Девочки, доброе утро. У нас на улице, как вы видите, пасмурная погода. Отец говорит, ты прогнозировала, что должна была быть. Был дождь целый день, а его нету. Ну, вот он как раз вышел. А, кстати, так тучи разгладились. Я прям буквально полчаса назад встала. Тучи были такие, ну, как сказать, вот такие круглые, круглые, круглые. А сейчас они разгладились, и облажное не получилось. Я, знаете, о чём с вами хотела поговорить? О девочке. Мне задали вопросы, кстати, я не знаю, у меня что смотрят. Получаются подростки, потому что девочка 18-летняя. Как бы, ну, я так предполагала, что мне взрослые смотрят. Вот. Задали мне вопрос по поводу Насти Тропицель. Так как я её не смотрела, поэтому и даже не знала, в чём состоит, ну, как бы, история её смерти. То есть девочка умерла 18 лет. Я ничего вообще о ней не знала, никогда её не смотрела. А вчера до трёх ночи, представляете, сидела и просматривала всю информацию. Посмотрела её видеоролики, смотрела родителей там, инстаграм-аккаунт. Сейчас я немножко поподробнее вам расскажу. И не знаю, мне вообще прям что-то так история эта вчера зацепила. Мне вообще, если честно, нельзя сильно погружаться в какие-то такие вещи, потому что я начинаю очень много думать, философствовать вообще о жизни, о смерти, конкретно об этой ситуации. Девочка была блогером, начала она работать в 12 лет. По-моему, она тогда ещё открыла свой первый канал на YouTube. Заработала на первом канале, не заработала, а получила, там, наработала 700 тысяч подписчиков. Потом почему-то канал то ли закрыла, то ли не закрыла. Мам, да, прям как это. Вот, заработала в 15 лет свой первый миллион, уезжала жить в Москву в 16, по-моему, лет, снимала отдельную квартиру. Потом она уехала из Москвы, по-моему, когда ей было 17 лет. И вот в 18 лет она уехала на Бали. И, катаясь на мотоцикле, на большом мотоцикле, на 168 килограмм, она упала с него и умерла. С ней вместе в этот момент ехал мотоинструктор. Вот, представляете, мотоинструктор, то есть человек, который тебя должен обучать катанию на мотоцикле. Ехал мотоинструктор, и по словам якобы очевидцев, которые я взяла из интернета, естественно, он, заигрывая с ней, передним своим колесом стучал по заднему, и якобы поэтому она не справилась с управлением, то есть стала болтать мотоцикл ее. И в итоге, не справившись с управлением, она въехала в бордюр. И умерла прям на месте там же, как говорят. Кто-то говорит, что он, как и сам рассказывает, что просто она не справилась с управлением. Попала в так называемый воблинг ситуацию, когда, начиная трясти руль, мотоцикл становится неуправляемым, и даже самый профессиональный мотоциклист может вообще с этим явлением не справиться, и, как правило, они заканчиваются летальным исходом. Ну, я даже больше о девочке хотела сейчас рассказать. В общем, у меня столько мыслей в голове было. Я вчера так долго думала, наверное, мне об этом на эмоциях и на энергии той, которая вчера приходила. Мне надо было вчера. Может быть, я вам это видео снять. Я уже с мамой с утра об этом поговорила. Ну, во-первых, девочка нетипичная этому времени, нетипичная для молодёжи, потрясающая просто. Девочка, которая увлекалась различными курсами, тренингом, изучением себя, самопознанием. То есть она несла в массы и могла нести в массы то, что сейчас вообще, знаете, по крупицам. То есть это вот реально такой вот хороший пример лично для меня. Может быть, кто-то что-то говорит, что наоборот эти тренинги там ни к чему, эти курсы ни к чему. А что к чему? Вот то, что сейчас происходит в ТикТоке, да, то, что сейчас идёт в массы от молодёжи, там, я не знаю, просто танцуйте, просто кривляйтесь, и таким образом вы станете популярными, да. Девчонка действительно, она читала огромное количество книг. Она, ну вот, не знаю, и тем более это достаточно был популярным, ну, она была достаточно популярной Настей-блогером, у неё было в Инстаграме миллион триста, то есть она давала, во-первых, молодёжи надежду, что всё в этой жизни может получиться у вас, независимо от того, чьи ваши родители. У неё мама была, работала в офисе, а папа у неё был кардиологом. То есть несмотря на то, что у вас нет изначально хорошего стартового капитала, несмотря на то, что у вас небогатые родители, у вас в этой жизни может получиться всё. Она учила молодёжи бороться с ленью, она учила молодёжи не просто прожигать свою жизнь, а добиваться чего-то в этой жизни, вставать рано поутру, читать книги. Ну, то есть... Короче, реально, мне же... И она была примером для многих, и многие говорят, что она их мотивировала. То есть это не пустой человек, девочка, которая была наполнена, наполнена смыслами. Они для поколения, для молодёжи, которая сейчас, это очень важно, это очень ценно. Такие блогеры, скажем так, а так как сейчас большинство молодёжи всё-таки смотрит интернет и всё-таки смотрит блогеров, и я смотрю, какой контингент блогеров, да, что они транслируют в массы. Ну, это, как правило, ни о чём. Вот такое, знаете, пустое время провождения. А её жизнь действительно была наполнена смыслом. И то, что она... Ну, сказать... Что она показывала, что она транслировала в массы, и какой образ жизни она показывала, конечно же, тем более в свои молодые годы. Обычно люди занимаются самопознанием, саморазвитием, изучением себя, изучением людей, психологией, философией. Ну, где-то, я не знаю, я к 30 годам пришла к этому. А она в свои в 17. Я вот смотрела её видеоролики, и даже мне было чему поучиться. То есть у меня вот реально сейчас такая вот небольшая такая цель просмотреть её видео. Потому что действительно есть чему поучиться даже мне, у неё. Несмотря на её молодой возраст. Несмотря на то, что ей 18, а мне там 30... 30 с чем-то, да. Хотя за кадром, опять же, за кадром её жизни тоже происходили многие перипетии. Когда... Вы знаете, она вот накануне, сейчас ещё такое, знаете, истечение обстоятельств. Я пытаюсь подобрать слова, потому что у меня очень много мыслей было и вчера по этому поводу. Смотрела я разбор астролога, её карты. Смотрела разбор дизайна человека. Реально вот вещи, которые имеют место быть, действительно, которые характеризуют личность, которые могут описать личность человека. И там очень многие вещи, которые соответствовали действительности, её реальности, её состоянию, её личности, её типу личности. Накануне она поругалась с папой, потому что, приехав на Бали, она... А, вот этот вот мотоциклист, с которым она столкнулась, это был её парнем. Ему было 32, ей было 18. И накануне, перед смертью, это как раз было солнечное затмение, 21 число, она погибла в этот день. Она подругалась с папой, потому что, ну, родители... Вот я читала её письмо, там ничего там, письмо написанное папой ей, который говорил, что ты сейчас прожигаешь свою жизнь, ты сейчас тратишь то, что ты... Я не дословно вам пересказываю, а примерно в интернете это есть, можно почитать, если вам это интересно. Вот. Ты тратишь свою жизнь, ты сейчас тратишь то, что ты накопила в течение вот этого времени. Твои сверстники, они ушли уже далеко вперёд, а ты, типа того, сейчас вот приехал на, там, на Бали, и ничем не занимаешься, не работаешь. Вот. Но я реально понимаю её, молодую девчонку, 18-летнюю. Родители слишком много хотят от своих детей. Я не думаю, что папа там сильно был, скажем так, на деньги дочери заточен, да, чтобы там, я не знаю, чтобы она зарабатывала, а он их тратил. Вот. Все родители хотят детям своим лучшего, и они всё-таки дают советы, исходя из своей призмы в жизни. И да, когда девочка стала заниматься блогерством, папа был против, он даже забирал компьютер, они отключали интернет, папа хотел, чтобы дочь получила серьёзную профессию, непонятно, чем там занималась. И, в принципе, она никогда не получала поддержки от своей семьи. Вот это для меня, почему я эту историю такую глубоко копнула, мне это интересно с точки зрения психологии, да, и человеческой жизни, человеческих историй. Ведь девчонка, по сути, ничем плохим не занималась, да, она читала книжки, девчонка действительно была умненькая, читала книжки. Не просто там, я не знаю, ей нужен был интернет для того, чтобы играть в игрушки, а девочка хотела развиваться. И вместо того, чтобы родителям поддерживать свои детей, они, как правило, ну, это вот было и то же самое у меня, нужно получить серьёзную профессию. Экономиста, какой-то косметолога хотела пойти, какой-то косметолог, вот, иди на юриста или экономиста, вот это вот серьёзно. Косметолог, всё это твоя херня. И родители часто, они, ну, подавляют своих детей, не видят, что в человеке, то есть не могут рассмотреть то зерно способностей именно конкретно в этом ребёнке и как-то, наоборот, помочь, поспособствовать, поддержать. И вот, ну, мало того, что он ей там в 12 лет не давал заниматься блогерством и не давал заниматься ютубом, но девочка всё равно пёрла, да, и всё равно она вышла в топ, и, скажем так, ничего её не удержала от этого. Так ещё, вот, как раз, когда вот она уехала на Бали, ей было 18 лет, и, ну, бывает такое, у меня даже бывает, вот ты работаешь, работаешь, а потом всё, у тебя вот, особенно у творческих людей, это часто такое бывает, наступает эффект выгорания, то есть ты вроде бы впахиваешь, 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 что-то создаёшь, создаёшь, а потом баха у тебя, ну, это у каждого, неважно, у меня это, у вас это, у каждого человека бывает, что упадок сил, депрессия, ничего не хочется, жизнь тлен, там, я не знаю, ещё что-то, то есть какие-то такие, ну, как бы, жизнь, она циклична, у нас есть у всех взлёты и падения, да, и мы бываем, находимся на фазе рост, да, а потом всё-таки, как ни крути, мы вниз уходим, там, не знаю, плохо, жизнь с дерьмом, там, кис, иди сюда, иди сюда, с тобой посидим, на дождик посмотрим, батя ждал дождик, вот он дождик, вот, и у девочки то же самое, нет бы в этот момент её подержать, зачем сравнивать с другими сверстниками, говорить, что ты там лучше, а он, посмотри, вот лучше, а ты вот хуже, да, он, посмотри на колени, он уже быстрее вперёд, от тебя убежал, у каждого нельзя сравнивать своих детей с какими-то другими детьми, с чужими детьми, потому что каждый ребёнок это личность, это индивидуальность, это у каждого человека, то есть, как бы, не давать право на ошибку и не давать право на расслабление, ну, это тоже так нельзя, хотя я говорю, скорее всего, руководствовался благими побуждениями отец, потому что девочка 18-летняя, я его понимаю, я понимаю этого папа, дочка 18-летняя, да, инструктору, мотоинструктору 32 года, он знал, что эта дочка встречается с этим инструктором, разница в 14 лет, естественно, родители боялись за эту девочку, естественно, они боялись, что девочка учится и катается на мотоцикле, ладно, одно дело, байк, он более лёгкий, я вообще, если честно, мотоциклы не люблю, для меня это вот вообще как бы такой смертности, кабина смертности, это открытое пространство, ты если попадёшь в аварию, но там не пострадать, это в машине, ты ещё хоть как-то защищён железом, там, я не знаю, вокруг тебя четыре стены, а там ничего нет, то есть ты попадаешь если в аварию, ты в любом случае получаешь какие-то травмы, так ещё плюс ко всему, это не байк, да, который лёгкий, который, ну, легче в управлении, а это махина здоровая, это огромный мотоцикл, это 168 килограмм, и естественно, папа боялся, он, возможно, даже не больше, если бы девочка просто уехала и просто, не знаю, стала вести расслабленный образ жизни, просто стала отдыхать, так она ещё и стала встречаться со взрослым мужчиной, ей 18, ему 32, и, возможно, папа решил через вот эти вот механизмы её стремление как-то вырваться вперёд, надавить, сказать, ну, посмотри, другие сверстники, там, я не знаю, уже скаканули вперёд, там, Миша у неё был до этого молодой человек, уже Миша вон, чего достиг, а посмотри ты, ты, вы связавшись с этим мотоциклистом, он тянет тебя на дно, он так и написал, этот мотоциклист тебя тянет на дно, как-то таким образом, может быть, её встармошить, но ребёнка, вот я не знаю, я вот знаю сама по себе, вспоминаю, и, наверное, когда становятся люди взрослее и взрослее, они уже забывают о том, какими они были в детстве, о чём они думали, и как они размышляли, ребёнку, когда ты начинаешь сравнивать с кем-то, даже если взрослого начинаешь когда с кем-то сравнивать, то это наоборот, это сразу в момент тебя отдаляет от того человека, который тебя начинает с кем-то сравнивать, то есть ты сразу перекрываешься, ты сразу уходишь в себя, ты сразу от этого человека удаляешься, ты перестаёшь его слушать. я и понимаю папу его страх за дочь его страх что дочка связалась со взрослым мужчиной катается на больших мотоциклах уж я не думаю он прям вот беспокоился что дочка перестала денег зарабатывать и я понимаю девочку потому что девочке хотелось поддержки девочки хотелось если девочка вообще хочется расслабляться и мне хочется стремиться к чему-то не знаю там зарабатывайте бабло не хочется понимание и хочется чтобы близкие самые близкие люди каждому человеку хочется чтобы сами близкие люди если им что-то расскажешь чтобы они тебя поддержали они говорили посмотри ты отстаешь от жизни вон там кто-то круче тебя как-то так и мне именно ее жаль потому что ну действительно человек очень девочка очень была наполнена очень вы знаете вот я смотрела ее вчера и вот если такое родство душ ты когда смотришь человека и ты реально понимаешь что вы вроде бы по возрасту разные а у вас мысли схожими понимаете ведь все определяется не возрастом а душой человека глубиной души и делали разбор и и он карты астрологической девочка действительно в прошлой жизни она ну была до нас такой приходит человек он приходит старая душа есть такое понятие он мудр не по годам у него в гороскопе стоял юпитера юпитер отвечает за гуру то есть духовный гуру учитель то есть все учителя духовные горы они с сильным в гороскопе сильной планеты юпитером и принципе эта девочка сюда пришла уже с работа нами навыками наставника это знаете такие мудры не по годам дети которые могут тебя чему-то даже научить несмотря на свой юный возраст и к сожалению родители тоже это ну знаешь нам кажется дети чему он маленький дрищ еще чем тебе может научить а иногда дети мудрее своих родителей мне жалко что ведь таких знаете как самородки как бриллианты такие подростки которые действительно транслируют сейчас не просто обычное прожигание жизни клубы дискотеки игры в игры понимаете записывала не то как ты играешь в игрушки сейчас же популярное что вот смотрит вот никито смотрит у меня что-то как другие люди играют в игры это вообще бред это вот повод для меня это просто потеря времени это просто вот просто сливаешь свое время на просмотр таких блогеров благодаря ей я да я даже хочу пересмотреть видео потому что я посмотрела пару лео роликов вот смотришь и ты вот тебе хочется жить тебе хочется что-то делать в этой жизни пути хочется рано вставать то есть девчонка который действительно стремилась чему-то в этой жизни не чему-то стремилась наполнить свою жизнь полезной едой ранними подъемами она даже на смысл это представляет девчонка в 18 лет была на самостоятельном обучении она по-моему то ли после десятого класса класса ушла из школы на самостоятельное обучение но это вообще из фантастики взряда фантастики и при всем при этом она училась не хуже других это дисциплина и представить какой уровень самодисциплины тут не заставишь ребенка учиться в школе как когда он идет у него там уроки за ним следит учитель потом он приходит в домой за ним следит родитель до чтобы там мама папа чтобы он вовремя выучил уроки а у ребенка была развита самодисциплина она вставала с утра рано утром и уже до 10 утра здесь делала все уроки делала все уроки на старалась по утрам дел и вот таких детей уже по единицам по пальцам можно пересчитать и все равно у родителей были какие-то претензии к этому ребенку все равно что-то он делал не так по их мнению жалко жалко вообще потому что я говорю такие дети это самородок таких уже их единицы мало того что они сами такие знаете самостоятельные так они еще могут молодежь влить что-то такое ценное важное в этой жизни что стремитесь к чему-то развивайтесь не знаю вставайте рано делайте уроки вовремя читайте книги прям реально вот я говорю так жалко я вот еще благодаря ей вчера наткнулась на наткнулась на группу такую полна любви называется послушайте обязательно комета особенно вот понравилась мне песни песня комета это знаете такое тоже из разряда непопулярной музыки вот почему то что такое знаете ценное такое красивое такое действительно творчество для творчества ради творчества это непопулярная вот всякая попса всякая вот это вот потри меня здесь там я не знаю ой детка подойди ко мне это набираю выходит в топы сейчас а то что действительно красивая наполненная со смыслом с даже такая песня комета текст я смотрела читала отдельно музыка гармоничная тембр голоса песня сама слова переходы красивые в этой песне вот все гармоничное понимаете девочка тоже кстати молоденькая но непопулярная нигде не на слуху в топа не попадает олимпийский не собирает а какая-то вообще шелуха вот это вот я не знаю вот несмотря на все мое уважение к бузовой но песни вообще ни о чем выключи мозг танцую под бузову где здесь вообще не знаю свыше смысл в песне собирает олимпийские мега популярные несмотря на все я говорю уважение к трудолюбивости бузовой она действительно трудоголик ни голоса нету ни смысла в песне собирает крупные залы послушайте обязательно тут полная любви песни прям знаете вот шикарные даже ссылочку вам здесь оставлю такого дела родители жалко не даже дочь не могли свою похоронить потому что дочка погибла на боли так как сейчас вы границы закрыты даже нельзя перевести телом и и подвергли там кремации потому что якобы нах и друзья там ее которые якобы она хотела быть кремированы мне понятно позиции дочки потому что бывает такое что пашешь 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 бах и все у тебя упадок сил ничего не хочется делать хочется лечь лежать хочется расслабиться тем более с 12 лет не представляете с 12 лет до 18 огромный промежуток времени когда ты постоянно был этот я прекрасно понимаю потому что ты постоянно генерируешь идеи это постоянно чем-то занят это не пришел на работу тупо отработал и все а ты постоянно вот в этом процессе мало того что начать параллельно училась она еще зарабатывала свои первые миллионы и да бывает такое свяжешься с кем-то не таким да возможно если бы не встречи ее с этим мужчиной то она бы осталась жива но если бы дака бы знать бы где к солонке подстелить чё на мне в нем нашла тоже вот я смотрела его эфир но человек но пару слов связать не может взять ее наполненность начитанности ее мозг и его ну вот наверно противоположности ей она нашла в нем того чего не доставала в ней потому что я так думаю что скорее всего она была очень собранная дисциплинированная такая знаете вот и контролирующая у нее скорее всего структура была а он был такой более расхлябанной и она скорее всего потянулась вот к этой расхлябанности к расслабленности человека то есть она пыталась в нем найти то что это мои предположения то что недоставало в ней вот это вот какое-то легкое его отношение к жизни пофигистичного немножечко вот это вот возможности желания и даже не возможности желания а отпускать например я тоже контролирующий человека не умеет пускать многие вещи напустить на самотек мне нужно все проконтролировать понимаете поселить соломки то есть у меня на если не получится на мой пункт то есть у меня кучи есть вариантов решения вопроса так а b c d и на каждая если не получится на пункте а у меня да если я вот этим вариантом пойду у меня еще на этот вариант есть abcd то есть в голове простроены и это очень слой усложняет жизнь я реально понимание скорее всего такая структура была контролирующая но не умела отпускать этот встретила такого немножко раздолбая он естественно взрослее было немножко опытный по жизни или вот у него был очень острый ум но у него не было опыта вот чего и не доставала не доставала свою 18 лет это опытности вот этого типа наработанного жизненного и возможно на в этом вот я смотрю на этого человека я реально понимаю ну вот вот но вообще вот что там можно было найти а у нее этого еще жизненного опыта не хватило чтобы разглядеть в этом человеке вот ну какой-то знаете такой вот он безответственность вот безответственность сейчас я понашла слово безответственное отношение к жизни и у него это есть этот расхлябанность какая-то я могу конечно сказать что 32 года не создал семьи но знаете и мне тоже 37 я тоже без семьи но в мужчине вот этот какой-то стержень он должен быть вот этот вот как повести за собой семью повести за собой а в нем этого не было он был 32 своим таким расхлябанность была у него я не знаю как по-другому объяснить несмотря на то что он там медитациями занимается там еще о чем-то еще чем-то но вот в нем вот именно в мужественности вот мужской ответственности в нем вот я не нашла по крайней мере можно быть и в 37 ребенком но мужским ты и мужиком ребенком таким быть безответственно вот в нем не было этого а ее это скорее всего привлекло жалко потому что я говорю от игры на моложе меня намного в два раза а я прям смотрел ее видео и они настолько наполняли ее видео настолько не вот игры она наполненная было мудрая не по годам но ты тот юпитер как раз дает в гороскопе а планеты юпитер такие вещи дают может вести за собой людей гуру наставник может обучать я говорю такое стечение обстоятельств он мотоинструктор который призван обучать людей безопасному вождению и тут смерть на его его карьере скажем так обучающий говорят они там на скорости ехали опять же сейчас в интернете могут пересечь угодно они ехали на на высокой скорости и без шлемов якобы якобы он с ней заигрывал как ты приближаешь к мотоциклу но это опять же по сплетням в интернете а там как на самом деле было только очевидцы могут знать и он сам если лишь если это было так на самом деле если на самом деле ехала без шлема и если она ехала на скорости он там пытался с ней заигрывать на скорости но это реально безмозглость это реально еще раз подтверждает мои слова что но он просто еще был но безответственно несмотря на свои года таким чубетер в голове пацаном еще бы так что так он берегите себя соломки не подстелишь неизвестно где тебя это поджидает я так вчера прям погрузилась и до трех ночи вчера не спала очень сильно погрузилась хорошо если родители не закроют ее канал и будет возможность меня пересмотреть видеоролики особенно вот последние 17-18 лет потому что когда она все равно еще была ребенка думаю что мне видео будет интересно вот последние года очень мотивирующие видео несмотря вот на ее молодой возраст и несмотря на мой уже более зрелый возраст даже я могу что-то взять для себя такое то что она смогла к своим 18 я до сих пор никак на рано встает а я вот сегодня в одиннадцать встала до трех часов ночи вчера просидела и в одиннадцать только встал ладно пойду я завтракать на полчаса наговорила и девчонки сегодня наверное выложу это видео прям сейчас берегите себя там есть такие знаете люди с которыми мне хотелось встретиться в этой жизни вот одна и одна из единственных из немногих скажем так девочек с кем бы я хотела так вот просто пообщаться в жизни в обычной обняться вот какой то есть родство душ вот ты немножко увидел человека вот немножечко прикоснулся к его жизни и ты понимаешь что этот человек тебе будет родная душа хотя ты его вообще совершенно не знаешь вот прям вот если бы наверное я увиделась вот прям мне хотелось бы ее обнять прижать к себе и вот не отпускать вот такое ощущение у меня сложилось после просмотра ее видеоролик чудесно просто человечек хотя ее выступление я видела тоже когда она поругалась с отцом и она выступала так создайте такой экспрессии такой вот с максимализмом с таким естественно она была молоденькой еще максимализмом с таким вот 18-летним с матами там она рассказывала об этой ссоре с отцом понятное дело что у не понимаешь что она молодая девчонка была в то же время очень глубокая очень очень глубокая и если бы она не умерла она еще могла бы очень многое дать людям и этому мира все ладно до новых встреч